Привет, друзья! Мне предложили бакелитовые изделия, поэтому я срочно сажусь в машину и еду за ними. Вот они, смотрите. Погнал я на метро Черниговскую в Весриберу, чтобы все это дело взвесить. Так, договорились мы встретиться показывают. 10 километров. Все, я погнал. Я уже подъехал к метро Черниговская. Сейчас вот на развязочке кручусь. Надо будет еще крутануться, чтобы подъехать к Нову. Факт, он получается с той стороны. Только мне теперь надо объехать. Видите, сколько тут я вижу Нову. А мне надо объехать еще 1,9 километра. Сейчас я позвоню, скажу, что я приехал. Алло, ну я уже здесь рядышком напротив. Сейчас я развернусь и буду возле Новуса. Хорошо, хорошо. Хорошо. Подъезжай туда. Здесь, как всегда, короче, жесткая пробка. В этом развороте. Пацан, пока вы стоишь в пробке, вы это видите, вот там поворот. И потом мне еще вот там ехать в обратную сторону. Потихоньку приближаемся. А там пробка не уменьшается, блин, совершенно. Видите, что происходит? Какой жестяко. Алло. Алло, ты где? Лен, я здесь разворачиваюсь, блин, в пробке. Подожди, ничего не слышно. Что-что? Я разворачиваюсь здесь в пробке. Я рядом совсем. Я проехал... Хорошо, хорошо. Я тебя жду, вот где вход Новус. 8.23, вот написано, вот вход. Хорошо, хорошо. Ну, сама меня пригласила в эту жопу, блин. Через 150 метров ваше местоназначение будет справа. Ваше местоназначение находится справа. Вон она там, прямо стоит. Вот садись, а где-то... Да вот тут вот. Да блин, для инвалидов места. А вот тут он, это серый. Что ты будешь делать? Я быстрее приехал, чем развернулся. Да давай развернемся, вообще и там встанем где-то. Вот. О, вот тут, короче, встал. Тут 82 грамма. Она там уже позвонила. Вот. А мне предложили больше. Я говорю, слушай. Ну... Ну... Ну, с этим, в принципе... Ну, с этим, в принципе... Ну, с этим, в принципе... Мам, чуть-чуть позже. Чуть-чуть позже. Алло. 54. Хороший, хороший, это комплект. Да я не знаю, что с ними делать. Так это же начатки, вот эта вот часть, нижняя. Какая она, она тонкая. Да безобразие. И не, она уступать не будет. Брюша. Если что, так я тогда сейчас ей это везу, да еще. Лен, я вот эти могу забрать по такой цене, а эти не могу. Не можешь. Это она... Значит нет. Это ничего с ним. Глянь. Что тут сделать? Тут сплошная дырка. Здесь просто ничего нету совершенно. А что-то должно быть, это же эта часть на браслеты. На какие браслеты? Причем тут браслет за четко. То есть на четкие. И что с него сделать? А это что-то, конечно. Толщина какая? А какая должна быть? То есть так они все были стандартные. Андрюша. Нет, вот здесь вот это переделываются, вот эта форма делается четко. Ты видишь, толщина какая? А здесь толщина 4 миллиметра и дырка 3. И что с ним сделала? Я не знаю. Это же на четкие. Я эти не могу взять по такому цене. Не дозначный. К сожалению, это комплект. Ну, она и так мне носит. Она мне только что позвонила в ответ. Но я так, знаешь, думаю, ну. Ну ладно, типа я тебе уже сказала. Блин, я те плоские, я не могу. Я беру для четко. Так что мне ей позвонить? Сказать это. Я не знаю. Мне то, в принципе, как рыбки зонят. А почему ты эти возьмешь, чтобы я и у нее сейчас, сейчас спросил. Здесь сколько? Здесь, по-моему, 54. Да, 54. Да, 54. Здесь 54 танки. 54. Ну, ну, нет, да. Здесь, по-моему, даже с тех, которые вот... 20, 28, да. Я это, если что, можно взять за 50, дороже, оно мне не надо. Оно мне, в принципе, вообще, как рыбки зон. Может, ты его, как изделие, а продаж дороже. Ну, это совершенно не тот. А бусы, ты почем? Тогда... Так, когда... Так, как... Это сколько получается? Смотри. Вот они бусы. 54 умножить на... 350. Вот она бусы. А эти... Я вообще туда ничего не знаю. Вообще ничего не знаю. Ну, не знаю. Вернее, лучше вот это. Иси надо зашелся. Для отчеток это вообще не годится. Давай. Как изделие, кто его будет просить? Ты будешь? Как изделие, это же четкие, вот эта нижняя часть, которая внизу, а ниш... На миноре? Да, дешево, миноре, а на какую? Ну, они же делают такие четкие перекидные, они вот так вот их как-то перебрасывают туда-сюда. Вот я видала такие... Такая... Ну, они такие плоские, вот как эта штука. Для арабских четок это не годится вообще. И они вот так вот перебрасывают. Вообще не годится. Поэтому... Ну, значит, я зря сюда ехал. Ну, знаю. Ну, поскольку максимально ты вот эти возьмешь? Я максимально могу вот занять. Слышишься, Идаль, ты мне скажи, а поскольку ты отдашь вот этот вот браслетик, потому что браслет не хотят брать по такой цене, потому что он вообще... Ну, так таких цен нет. Тогда, тогда, тогда и бусы мне не дашь. Ну, хорошо. Я поняла. Ну, хорошо. Ладно. Ну, давай. Она не даст. Ну, не дают. Она мне просто... Купить его, чтобы самому носить, она мне не надо. Я на этом деньги зарабатываю не ношу, поэтому... Пусть ищет, кто носит. Блин. Ну, к сожалению, никак не. Никак. Это получается, если по той цене, что она хочет, это, грубо говоря, 100 долларов выбросить в ведро. Я так не могу. Да, Катосенька, я тебе позвоню чуть-чуть по поджей, хорошо? Да, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Если за бусы передумает, то звоните, я заберу. Эти нет. Там я уже ей два раза. Ну, чек сказал, что если у нее есть клиент, и я и тут буду, что я должна ей говорить, вот я не могу... Да не возьмет у нее вот это, никто не возьмет. Ну, чек мне сказал, у меня уже ей клиент. То, что она сказала, то одно. Сказать можно все свободно. Ну, только что я могу с ней с ней с ней с ней с ней с ней. Никто не возьмет. Я не понимаю текст, который я должна ей сейчас говорить. Не говори ничего. Вот я ищу. Я просто снимаю. Так, Андрюшенька, ты мне скажи, вот это вот, что эти баламуты, вот эти, тебя интересуют? Ну, забери их, забери их по два у меня. Я не могу. Не хочешь? Все, ну, Андрюша, я тебе позвонила первому в этом году. Я понял. Все, у них еще никто не видел. Цветы. Так, ладно. То есть, бусы тебя как таковые, просто чтобы... Бусы я могу забрать, а браслет нет. Мне вообще лучше его не забрать. Все, я... Даже то, что я сказал, там 50 за него, мне выгоднее ему не... Просто, мне выгоднее просто его не брать, чем даже взять за 50. Я потом буду думать, куда его деть. Так, ну, ты можешь тут побыть минут пять еще? Я сейчас с ней тут попытаюсь... Ну, я вот здесь стану... Хорошо, я тебе тебе звоню... Вперед. Хорошо. 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 Просто браслет, он сильно тонкий, его вообще никуда не деть. Это просто жесткак. Кстати, у нее там очень неплохие баламуты. Она их предложила по два. Там 500 грамм. 500 грамм умножить на два. Это получается 1000 долларов. 1000 долларов. Но они крупные. Может рискнуть забрать. А может еще поторгу лица, но если по 1,5, это сколько умножить на 500? 750. Сейчас попробую, наверное, поторговаться за баламуты. Если за 750 отдаст, но в крайнем случае за 800, я бы, наверное, их забрал. Звони. Алло. Алло, не, не хочет. Слышишь, Лен, а ну... А ты сейчас туда... Не хочет? А ну дай я твои баламуты гляну еще. Эээ... Баламуты... А, сейчас, секунду. Баламуты у меня дома. А, нету. Подскочим. Давай, Даня. Какой адрес. Через мостик это я так... Ну, мостик, сами... Можно через... Ну, тут ближе через метро. Направляйтесь на юг. Слышишь, а мне тут предлагают баламут крупный. Почем тебе надо баламут? Блин, ну... Сколько ты хочешь, а я их еще заберу. Я не знаю, вот мне сейчас вынесут их. Крупный, Андрюха, насколько крупный? Там 500 грамм. Я тебе фотку отправлю. Там 500 грамм крупные шары. Ага. Ну, сейчас я, короче, сейчас... Сейчас вынесут, я тебе сфоткаю и отправлю. Ну, скинь мне фото, я поставлю потом, где позвоню. Хорошо, все, давай, идет. Ага. Видишь, они все переливаются. То есть, те, кто их делал, он понимал, как делать. Это старый мастератор правильный. Мне самому с ними играться не хочется особо. Там 5 по 10. Это руженицы, мне сказали. Это католические учетки руженицы. 50 этих, в центре 5, кому 59. Алло. Ну да, это католические учетки. Ну, это мне так предлагают. Меньше не рассматриваю. Я их взяла, это 900. Ну, вот он мне говорит, если их можешь продать, по 65, по 65 гривен. Делю на 28, получаю 2,3 доллара. 2,3 доллара я теряю 20%. Не растет. А меньше это сколько? Доллар 85. А меньше это сколько? Я прескнул бы на свой страх и риск. Вот столько за сколько я могу продать. А ну, сейчас все. Ну, такую вещь ты точно продаешь, потому что они просто шикарные. Да понятно, но хочется же продать и заработать. По 1,7 и меня хотела их взять, эта барышня у нас там одна. Но она хотела их деребанить. 800. Андрюша, 850. Андрюша. Блин, я, блин, рискую, вот честно верю. Я не знаю, я за 800 я их всегда продам. А вот удастся заработать или не удастся, я, конечно, буду пробовать продавать с трех. Ну, блин. Ну, Андрюша, давай хотя бы 850. Это вообще... Знаешь, вот я ему отправил, сейчас он мне пришлет эти, что он продал по 60. Вот он. О, смотри. Вот они, они он прислал. Говорит, смотри. Так, посмотри, они квадратные. Это выше. Вот это вот, подожди. Стоп. Вот эта форма, это Украина. А я тебя только отправил, он говорит, это ж Европа. Европа. Так, кругленькие. Андрюша, одна в одну. Давай за 850-х точно продать. Лен, честно, не готов я. Вот честно. Вот он мне сказал, что он, если что, мне даст 800. Вот я за 800 готов рискнуть попробовать что-то заработать. А, блин. А, блин. Это просто, чтобы от него, понимаешь? Я либо заработаю, либо просто солью. Ну, пусто надо через кусяк там тоже отдать. Ну. Солью ему и все. Это не моя тема. Так, хорошо. Солью ему и все. Там 500, да? Сигнал ЖБС потерян. А нет, уже у меня не. Хорошо, Андрюша, спасибо. Ну. Окей, если что, если что, звони. Все. Ладно. Ты здесь или ты туда, куда-то? Если туда, я еду туда. Не, я здесь. Хорошо. Все. Да, давай, пока. Пока. Вот как-то вот так вы видели в реале, как совершаются сделки. Ну, приеду домой, потом покажу. Видите, занесло, блин, с Черниговской аж на подолк. На развилке держитесь с левой стороны. Поэтому, блин, все бывает в этой жизни, друзья. Я, бывает, что поехал за одним товаром, как вы видели, а в результате купил совершенно другой. На развилке держитесь с правой стороны. Поэтому, как-то так, приеду домой, покажу более детально, что я купил. Ну, а сейчас погнали. Пардон, забыл пристегнуться, уже исправился. Ездить надо обязательно пристегнутым. Это может спасти вашу жизнь. Нитино съезд направо. Ну, и вот, так сказать, уже впереди моя родная Троещина. Не знаю, мне очень нравится тут жить, в этом районе. Очень все круто. Дом я хочу построить тоже здесь, рядышком где-то, на Дисне. Какой-никакой, но улов сегодня есть. Поэтому, домой я приеду не пустой, а уже есть какие-то перспективы на дальнейшее. Уже, по крайней мере, есть чем торговать. Через 500 метров сверните на съезд направо. Вы видели, что меня проконсультировали. Самого я не до конца разбирался в баламутах на сегодняшний день. Поэтому, очень важно, чтобы у вас были коллеги, с которыми вы можете позвонить и проконсультироваться. От этого зависит, сможете вы что-то заработать или нет. Вот если бы мне сейчас не с кем было проконсультироваться, хотя вы видели, да, предварительно я... Через 400 метров продолжайте движение прямо. Предварительно я решил, что я эти бусы заберу за 800 долларов. Но по концовке я их так и забрал. Поэтому, независимо от консультации, я бы все равно забрал бы за 800, потому что я предварительно уже сказал об этом в видео. Ну, как-то... Как-то вот так все получилось. Продолжайте движение прямо. Я надеюсь, вам зайдет такой формат видео. Если вам понравится, и вы напишите кучу комментариев, и поставите кучу лайков, я с удовольствием буду пилить такие видосики для вас. Думаешь, отец тебе ничего не купил? Конечно же купил. Во-первых, я купил тебе пепси. А во-вторых, вот тебе косиньки. Так, идишь папины? Папины покупки, идишь. Папины сейчас приспособили. Что-то я ничего не понял. Две тоже, две две покупки. Я же купил, положил в рюкзак. А, вот они, они провалились отсюда. Вот они какие бусики, сынок. А ну смотри. А ну давай, на тебя повешу. Хочешь? Не, 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 не. Вот такие. Вот это бусики. Бусы я по факту купил одни. Бакелитовые она мне не продала Но все равно она никуда не денется Продаст их мне Потому что дороже цену ей не предложит никто Это я знаю 100% Поэтому буду ждать Когда она мне позволит за бакелитовые бусы А сейчас вот эти Я перевешу Фотографирую И сразу Вот так Ровно 500 Ровно 500 граммов Чтобы вы понимали Просто как это все В реале происходит Вот я беру Фотографию В данном случае на дереве Будет очень Отлично Сейчас Сделаю вот такие фотки Вот так Надо обязательно Сфотографировать с рукой Потому что Многие люди Очень Очень понимают По руке Как оно Как оно все выглядит Потому что они реально Очень крупные Обязательно сделаю фотографию Штангели Сейчас как раз проверю диаметр Два 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 сантиметра Попробую фотографировать Вот здесь Они реально Видите какие Очень большие Поэтому Сейчас я сделаю Фотографии Так Чтобы было понятно Что они просто Огромные Все Фотографии готовы Буду выставлять Пишите Ваши комментарии Пишите Что бы вы хотели Еще видеть Так Вот она Звонит По бакелитовым бутам Ну там Где трамвайные Путя Где вот Это вот Блин Католическая Церковь За квадратом Туда Ну могу Туда Да нет Вот сюда Дальше Поперова Вот Ну трамвай же Идет дальше Там Часть Поворачивает Туда Да Поперова Вообще Трамвай не Ходит Нет Я говорю Или я могу Подойти Вот я Сейчас Трамвая Выйду И пошла По вот этой Улице Кибальчича Вот ты Кибальчича Я понял Где это Ну ты скажи Куда там подъехать Какой номер Дома Вот я подойду Вот Первая Автобусная Первая остановка Как ты повернешь Вот ты поворачиваешь Или лучше На второй Там рядом Мой дом Вообще Хорошо Вот смотри На Кибальчича Вот смотри Я буду ехать С Перова Поворачиваю Налево Правильно На светофоре Вторая Это вот Автобусная 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 Вторая Не первая Сразу За поворотом А вторая Следующая Хорошо Сейчас приеду Вторая Автобусная 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 После поворота Понятно Лучше бы ты Мимо проходила А сказала Номер дома Сейчас буду Хорошо Давай Давай Вот поехал Я за Бакелитовыми Бусами Вот пришлось Теперь Топить Второй Раз Ну неужели Сразу Нельзя было Все решить Топить 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 Здрасте Здрасте Снова Так Да Здрасте Здрасте Топить Топить Неужели Никто Никто Не видит Камеру А оказывается Ее В натуре Короче Никто Не Видит Люди Просто На нее Не обращают Никакого Внимания Вот 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 он Этот Браслетик Сейчас Я его Взвешу 27 Грамм Браслетик И Бусики Вот они Эти Меленькие Ну Как говорят Лучше Чем Ничего И Бусики 54 Грамма Вот Он Браслетик 82 Говорила Всего 84 Блин Ну Ладно Это Дело Такое Я Вот У нее Брал Еще Бусинки Эти Бусинки Здесь Покрупнее Сейчас Я посмотрю Если Убрать Браслет И Добавить Сюда Бусинки Ну Грубо Говоря 90 95 Грамм Получится Так что Вот эти И вот эти Я соберу Одни И уже Будут Одни Готовые Бусы В общем Друзья Как то Вот так Прошел Один Из моих Рабочих Дней Если Вам Интересно Пишите Комментарии Под видео Если Хотите Что то Продать Там Есть Вайбер Отправляйте Фотографии Ставьте Лайки Лайков Ставьте Побольше Я Запилю Вам Новый Видос До Новых Встреч Всем Пока Продолжение следует